А вот американский госсекретарь Рекс Тилерсон не стал отменять свой визит в Россию, запланированный на следующую неделю. Правда, встреча с Владимиром Путиным из графика госсекретаря исчезла. Ну а вот встреча с Сергеем Лавровым все-таки состоится. И на ней Тилерсон намерен представить доказательства, что в Москве знали о применении войсками Башара Асада химического оружия и попытались это скрыть. Информацию об этом распространила сегодня одна из британских газет. Главная цель госсекретаря США побудить Москву отказаться от поддержки Асада. Удастся это или нет, увидим уже через несколько дней. А вот что уже хорошо видно, это изменение имиджа Дональда Трампа. Еще недавно казалось, что этот президент уж точно не станет вмешиваться в дела за пределами Америки. Но вот теперь складывается впечатление, что он не намерен останавливаться. Как американцы воспринимают такого нового Трампа, еще более решительного и готового вмешиваться в ситуацию за океаном? Давайте узнаем у Дмитрия Новченко, он с нами на связи из Вашингтона. Дима, приветствую. Ну что, как в самой Америке отреагировали на это решение Трампа? И каким в Америке предполагают развитие событий вокруг Сирии? Леш, ну если говорить о реакции, то реакция двоякая. С одной стороны, это удивление. Никто не ожидал, что Трамп поступит так резко, что он примет решение, не посоветовавшись практически ни с кем, кроме ключевых членов своей администрации, буквально нескольких человек. С другой стороны, это поддержка. Поддержка неожиданная. Поддержка даже от тех СМИ, которые традиционно критиковали Трампа по поводу, без повода. Ну вот стоит только СНН посмотреть, или стоит просто взять смартфон или ноутбук и в Гугле набрать всего два слова «Трамп» и «Россия». И вот раньше это был бы просто шквал публикаций, публикаций критических, публикаций о том, что команда Трампа якобы согласовывала свои действия с Кремлем. Ну а сейчас тональность сменилась. Сейчас все пишут, да, Трамп поступил вопреки воле Кремля. И даже стоит посмотреть, допустим, на реакцию политиков, которые были в команде Обамы. Ну вот свежее издание, свежий номер влиятельной здесь газеты «Политику». Поинтересовались мнением Джона Керри, бывшего госсекретаря, который тоже сказал, что да, вот в этом сирийском решении, в решении об ударах по авиабазе он поддерживает Трампа. Так что реакция это и удивление, и поддержка, причем и общественного мнения, и СМИ. Очень серьезная поддержка. Ну а если говорить о том, что будет дальше. Вот я не хотел бы здесь гадать, я просто приведу два мнения, которые появились в последние 24 часа. Почему это важно? Потому что раньше эти же самые политики немножко другое говорили. Так вот, госсекретарь Тилерсон, CBS News задали ему прямой вопрос, вопрос в лоб, возможно ли интервенция. Он ушел от ответа, он не сказал ни да, ни нет. Он лишь сказал, что для Соединенных Штатов самое важное это разгромить исламское государство, справиться с исламизмом. Ну а затем уже они будут думать о том, вот как все организовать, как организовать мирное урегулирование в Сирии. Все бы ничего, но есть еще более откровенное интервью, и дала его CNN Ники Хейли, новый посол Соединенных Штатов при организации Объединенных Наций. Понятно, что дипломат такого уровня, интервью такого уровня, да еще и телекомпании, которые не очень-то любят в Белом доме, не стало бы давать без согласования наверху, без санкций сверху. Так вот, я хочу просто обратить ваше внимание на ту фразу, которую сказала Хейли. Думаю, важно это просто дословно процитировать. Хейли сказала, что нет никакого варианта, при котором политическое решение произойдет с Асадом во главе режима. Вот тут важные слова. Политическое решение, то есть прямой намек о том, что если Асад не уйдет, то решение может быть военным. Поэтому, подводя итог, действительно, многие в Вашингтоне, кто вот так намеками и полунамеками, а кто и откровенно говорит, что да, может быть продолжение военной операции Соединенных Штатов Сирии. Леша. Дима, еще один вопрос. Скоро госсекретарь США будет с визитом в Москве. Предсказуемо, Сирия станет главной темой. А другие темы, например, украинская, могут обсуждаться? Леша, ну еще несколько дней назад я однозначно сказал бы тебе, да, Украина, Донбасс будут в повестке дня этой московской встречи Тилерсона. В Госдепе была информация овдерекордс, информация для журналистов. В принципе, информация не под запись, но ее можно сейчас процитировать. Там перечисляли темы переговоров, и Украина в повестке дня была. Однако последние события настолько серьезно поменяли, и повестку дня, в принципе, внутриамериканскую, и повестку дня этой московской встречи Тилерсона, что дипломаты, с которыми я с утра сегодня говорил, сказали мне, скорее всего, увы и ах, до Украины дело не дойдет. Лавров и Тилерсон могут перейти к другим вопросам, только если они достаточно оперативно найдут общую точку зрения по Сирии, по вопросу о том, остается ли Асад. Ну, а это тоже маловероятно, потому что у нового государственного секретаря в Москве теперь будет вовсе не такая комплементарная и увеселительная поездка, а будут очень тяжелые и жесткие переговоры. Студия. Спасибо. Дмитрий Анопченко был с нами на прямой связи из Вашингтона. Спасибо.